Когда пара решает вступить в брак, что-то у них схожее, а что-то отличается. Правда же? Не бывает так, что один в один, с другой стороны, даже если бы так было, зачем тебе точно такой же, как ты? Неужели тебе недостаточно себя самого? Что-то в нас схоже. Например, взгляды, мировоззрение у нас схожи. А что-то у нас отличается. Характер, темперамент. Там кто-то более взрывной, кто-то более терпеливый. Кто-то там приезжает вовремя, кто-то все время опаздывает. Вы знаете, что интересно? Важны не только наши схожести там. Они, конечно, очень важны. Невозможно строить отношения с человеком, с которым ты по всем пунктам расходишься. Нет, должно быть общие взгляды, интересы, там, какие-то вместе хобби там. Но что-то должно отличаться. И что интересно, сфера, где мы отличаемся, не менее, а может быть, даже более важна. Важна. Почему? Потому что наши отличия, они помогают нам развиваться. Когда там кто-то более дисциплинированный, а кто-то никогда не может прийти вовремя, то совместная жизнь, она поможет человеку также стать более дисциплинированным. То есть вот эти отличия, там, у кого-то в чем-то плюс, а у кого-то в этой сфере минус. Да, вот они отличаются. И как раз вот через совместную жизнь, через совместное общение стремиться там, где был минус, чтобы там также стал плюс. И таким образом мы друг друга, словно совершенствуем друг друга. Железо, железо острит, написано в притчах в Библии, да? Железо, железо точит, точит. Люди, они словно заостряют друг друга, совершенствуют друг друга. Это очень и очень важно. Я помню, в детстве сказку читал даже у Киплинга. Думаю, многие помнят, как появились броненосцы. Так вроде бы называлась эта сказка. Там ежик был и черепаха. И вот у этого ежика и черепахи проблема была. Ягуар, который бросал ежика в воду, ежик не умел плавать, и он его съедал. А черепаху он просто из панциря доставал. И тогда ежик и черепахи решили, что мы должны как-то вот... Ежик говорит, давай я научу тебя сворачиваться в клубок, черепаха, чтобы тебя не достал ягуар. А черепаха сказала ежику, а я помогу тебе научиться плавать. И вот черепаха стала его учить плавать. И у ежика как-то иголки, как-то благодаря воде становились более такими, как чешуйки. И он научился плавать. А ежик черепаху там, ну сказка, там какой-то ремешок развязал. И черепаха могла как ежик в клубок сворачиваться. То есть у нее панцирь стал уже не такой цельный, а более стал гибкий. И вот появились. В конце концов они стали очень похожи друг на друга. Ежик с черепахой. И так возникли, по сказке Киплинга, конечно, броненосцы. Броненосцы. И вот эта вот сказка, она в чем-то помогает понять нам, что происходит при взаимоотношениях. Да, мы разные. Но мы словно учим друг друга своим сильным сторонам. И когда мы учим друг друга сильным сторонам, здесь очень важно понимать, да, что, когда мы учим друг друга, когда мы общаемся друг с другом, не должно быть насилия. Насилие невыносимо. Люди никогда не выносили насилие. Но раньше им часто приходилось быть в семье. А теперь? Нет. Как так? Да вот так. Я ее бью, а она не хочет со мной жить. Раньше он при прабабушках бьет, значит, любит. Я ее люблю. А она не хочет жить со мной. Раньше приходилось. Теперь насилие невыносимо, драгоценное. И мы должны уметь друг с другом общаться без этого насилия. Ненасилие друг друга. Ни физически, ни психологически. Браки разваливаются. Из-за чего? Насилие в семье. А вот он так, а вот он так вот. Насилие может быть на разных уровнях. Когда там люди в сорок могут там разбить телефон об стену, там, разорвать там ее любимую какую-нибудь подушку или еще что-то такое в насилии делают, да. А это тоже насилие, когда мою вещь разрушают. Сколько ко мне, как пастору, приходят людей, которые вот насилие, насилие, насилие. Что делать? Терпеть это? Сейчас терпеть не будут. И скажу еще раз криминальную мысль. Я не вижу в этом плохого. То, что раньше терпели, что терпели, да, что они счастливыми были. Нет. Поэтому мы должны понять, да, сегодня это неприемлемо. Оно никогда было неприемлемо, но сегодня просто семья разваливается сразу, когда происходит насилие. Поэтому мы должны учиться общаться без давления, без вот этих манипуляций, без насилия. Когда один насилует другого психологически или физически. Поэтому очень важно смотреть, когда вот мы смотрим до свадьбы друг на друга, мы должны понимать, что, в принципе, натура человека, вот она как есть, так и остается. О, я его изменю. Да не изменишь ты. Конечно, какие-то вещи, какие-то детали меняются. Но личность человека, как ты ее поменяешь? Если даже личность и поменяется, то не из-за насилия часто. Потому что сам человек имеет внутренний мотив для какого-то развития или роста. Поэтому точно так же сегодня неприемлемо пренебрежительное отношение. Люди хотят иметь совместную жизнь, а не то, что когда тобой пользуются. Ну, там нужно интимное отношение, ничего чего-то хочется, в кино сходить, ну пойдем. А потом забывают друг о друга и живут отдельными жизнями. Должна быть совместная жизнь. Совместная вот эта пренебрежение, эгоизм сегодня не терпится. Раньше приходилось терпеть. Идти было некуда. Там однокомнатная квартира, куда идти, что там разменять? Нечего было разменивать. Сегодня возникает множество вариантов. Люди уже то, что раньше выносили, они сегодня не собираются выносить. У них иные жизненные условия. И опять говорю, это хорошо. Это заставляет нас быть вместе, не потому, что у нас выбора нет. Бежать нам некуда. Вместе. Потому что мы действительно любим друг друга и строим отношения, и работаем над отношениями. Там, где нет работы над отношениями, да, семья сегодня, у них нет шанса сохраниться. Просто нет шанса. Раньше был шанс. Был шанс. И били, а все равно вжили, избивали. Не потому, что любили. Приходилось. Вынуждены были. Сегодня эта ситуация изменилась драгоценная. И нам нужно не вспоминать, а вот как раньше золотой век был. И вообще там разводов почти не было. Это ужасно было. Ужасно. Время было ужасное. Семейная жизнь была не такой же веселой. Давайте работать над отношениями. Чтобы нам, мы не вынуждены были быть вместе, а нам хотелось быть вместе. Для этого нужно вкладываться, еще раз говорю, в отношения. Потому что сегодня формальные, незаинтересованные друг в друге пары разбегаются, расходятся. Хочешь жить своей жизнью, ну так живи отдельно. А чтобы жить совместной жизнью, нужно работать.